Смотрите, как это было. Это Грегора. Да, Грегора. Вот, и поэтому... Сейчас у нас только сарасики. Он не очень голубой. На этом пройдике у нас... Думаете, что праздник Ивана сказал, да? То есть, мы это... Мы воскресляем землочки. Она будет порядок сарки. Мы вечером не воскресаем. Мы всегда будем желаем, мы будем, мы все, мы все, мы все... Мы все. Они так любят рыбку, как в сказке, помните? Да, да. Ловись, большая и маленькая. Катя? Вот, это вот наши олежки. Северный олень. Вот это вот идея тоже нашего Александра Михайловича. Я не представляю, насколько у него хватает сил. Он решил восстановить популяцию северных оленей в здешних лесах. Вы знаете, что оказывается, в 50-х годах, в 1954 году здесь еще видели настоящих северных оленей. А на гербе Нижнего Новгорода кто изображал? Олень. Олень. Потом они ушли. Но не северный. Северный. Северный олень вот с этими огромными ветвистыми рогами. Потом они ушли, никто не знает почему и как. И вот Александр Михайлович решил, он сам вот здешних кровей, то есть здешних мест, ну не совсем вот в этой деревне, вот, он решил восстановить популяцию этих северных оленей. Поехали в Ямал-Нинский автономный округ, выписали там несколько пар северных оленей и очень сложно их транспортировали сюда, перевезли. Не все выжили, видимо. Вы знаете, они дорогу очень хорошо перенесли. Они здесь, им здесь очень понравилось, было хорошо. Но мы не могли понять, почему пошел по дюшку. Выживаются. Думали, что жарко. То есть зимой они чувствуют себя прекрасно. Зимой они такие все красивые, бодрые. Летом им жарко, ну сейчас они просто линяют, как и все животные, но все равно практически никто не выживал. И на анализы кровь сдавали, и кусочки биоматериала, здоровый олень. То есть мы думаем, может быть инфекция какая-то, может быть еще что-то. Не обнаружили. Не обнаружили, ничего не можем понять. И потом стали проводить исследования, а у нас нет такой финансовой базы, мы же не научные исследования. Это все делается за наш счет, за наши, так сказать, методы научного тока. Деньги. Мы стали сотрудничать с Киржинским заповедником, вернее Киржинский заповедник стал сотрудничать с нами. Это государственное предприятие, они получили огромный грант, им выделили деньги. Они знают, что у нас уже есть этот опыт, и вот мы стали с ними сотрудничать. Мы, так сказать, за свой счет, а не за деньги государства. Но все равно мы очень рады, что кто-то еще поддерживает эту идею. И мы выяснили причину. То есть, представляете, если бы вот так вот подумать, оказывается, им вредна наша зеленая трава. Вот я хотела сказать, с кормами что-нибудь не то. Ими ягель подаваем, да, из-под снега. Ими ягель, да. Но зеленую траву им можно, только им в ограниченных количествах. Видимо, у них стала в желудке происходить какая-то заокись. То есть, если в небольших количествах, на севере все-таки есть немножко травка, да. Как они привыкли, это одно. А когда здесь ее в изобилии, травы сочные, переедание, да. И мы сейчас периодически скашиваем. Мы же им рот не заклеим скотчем, да. Мы просто почаще скашиваем. И на лысую поляну тоже не отправишься. И вот эти олени, это уже здесь рожденные. И вот они, здесь у нас семья. Вот они выжили. Это уже пошло следующее поколение. То есть, все, кто были завезены, их не осталось. А эти привелись. Эти привелись. Подойдемте, подойдем. А вот черными рогами все. И они к зерену ковы, потому что сзади.